Добрый день, уважаемые односельчане! Сегодня у нас очередная встреча в рамках диалог с Примарией. Вопросы, которые у нас накопились в группе. Первый вопрос это по бювету. Бювет наш центральный, который находится возле церкви, вышел из строя. На прошлой неделе еще раз были специалисты, попытались его запустить, но, к сожалению, не смогли, в связи с тем, что вышел из строя насос. А эти насосы на территории Молдовы не производятся, поэтому они вынуждены заказать в Питере этот насос. Вот они уже заказали, и мы надеемся, что в ближайшее время насос уже попадет на территорию Молдовы, Копчака, и бювет заработает. Приносим за эти неудобства вам извинения. Два остальных бювета работают в штатном режиме, в принципе, поэтому сегодня можно взять воду либо на одном, либо на втором бюлете. Другой вопрос, который я обратил внимание, задается, это, значит, по уличному освещению. Я хочу отметить, что на сегодняшний день бюджет Гагузи еще не принят, и фактически мы из регионального бюджета на уличное освещение не получаем в этом году ни одной копейки. А платежка за январь пришла по уличному освещению 30 тысяч лей. Мы с местным советом в этом году запланировали на 1 января 300 тысяч лей. Но мы понимаем, что если по 30 тысяч лей будет в месяц, то нам не хватит на электроэнергию даже на 12 месяцев. Я уже не говорю о том, что кроме этого мы выплачиваем двум электрикам заработную плату. Мы должны приобретать постоянно какой-то материал, это лампочки, новые лампы, производим замену согласно поступивших заявлений. То есть, поэтому мы были вынуждены, как и в принципе большинстве населенных пунктов Гагузи, перейти на режим экономии. У нас сегодня, вы уже знаете, наверное, с 6 до 12 вечера горит свет и потом включается в 4 до половины 6 для того, чтобы люди, которые утром на автобус выходят на Кишиневске, для того, чтобы тоже свет горел. Пока будем работать в этом режиме. Как только у нас будет возможность пополнить расходы по уличному освещению, конечно, мы восстановим в штатном режиме и посмотрим. Может быть, у нас в этом году лучше пойдет собираемость налогов, может быть, еще какие-то будут дополнительные финансовые доходы, для того, чтобы мы могли все-таки в штатном режиме, чтобы целую ночь горел свет. Был вопрос у нас от молодежи по дискотеке. Мы встречались с представителями, ко мне заходили ребята из общественной организации Копчакчи. Мы остановились пока на том, что завтрашнего дня Анна Николаевна, директор Дома культуры, тоже получила такое поручение. И они согласовали, что с завтрашнего дня начнут транслировать фильмы для молодежи в Доме культуры. Поэтому, пожалуйста, если примите решение по дискотеке, и это, в частности, касается нашей молодежи, то администрация Дома культуры имеет соответствующее поручение, и все, что от нас зависит, конечно, будет сделано. И последний вопрос, который был, который буквально горящий вопрос, сегодняшний и вчерашний, это по вопросу моего выступления на конференции, посвященной Дню работника местного поличного управления, которое прошло 1 февраля. Ну, для начала я бы попросил, чтобы вы просмотрели мое выступление от начала до конца. Оно не длинное, оно 3 минуты, и после чего можно будет более корректно ответить на тот вопрос, который поступил к нам в группу. Добрый день, уважаемая госпожа президент, госпожа премьер-министр, господин спикер парламента, и, конечно же, наши коллеги, уважаемые. Основой децентрализации власти это, прежде всего, децентрализация финансов, а именно передача премьер-морием бюджетных государственных средств с пропорциональной передачей ответственности за эффективное их администрирование. Ярким тому примером финансовой передачи таких средств премьер-морием в 2022 году является увеличение более чем в 2 раза дорожного фонда, за что мы очень благодарны центральным властям. Это говорит о том, что центральные власти нам доверяют, что мы максимально эффективно будем использовать эти средства во благо своих населенных пунктов. Есть и другой положительный пример, это принятие парламентом страны закона о Национальном фонде регионального развития, который будет иметь продолжение. Этот опыт надо продолжать, на мой взгляд. Мы имеем тоже опыт Гагаузии в этом направлении. Народное собрание Гагаузии несколько лет назад приняло закон о освещенное село программы, освещенный населенный пункт Гагаузии, программа «Здоровое поколение». И самый главный принцип этих всех программ состоит в том, что бюджетные средства распределяются между населенными пунктами прозрачно, честно, понятно, для того, чтобы не вызывало никаких сомнений у жителей населенных пунктов их справедливого распределения. Для повышения эффективности деятельности местного поличного управления, на мой взгляд, следует провести некоторые изменения в полномочиях исполнительной и представительной власти на местах. При этом, я думаю, что можно использовать опыт других государств. Я приведу пример, допустим, в рамках одного государства, Соединенных Штатов, в одном штате местный совет, городской совет, скажем, нанимает исполнителя, чиновника, который администрирует местные финансы и занимается городским хозяйством. В другом штате, несколько другое устройство местного поличного управления, местный совет или городской совет избирает примары из своего числа советников. В третьем штате примар избирается общим голосованием, притом он примерно имеет такие же функции, как у нас в Молдове. В четвертом примар вообще является и руководителем заседаний представительного органа, даже имеет право голоса. И во время голосования, значит, его голос зачастую является и решающим. Конечно, нельзя шаблонно брать один из этих вариантов и адаптировать на территорию нашей страны. Это однозначно следует учитывать специфику нашей страны, нашего народа, мировоззрения, даже специфику родственных взаимоотношений нашего народа, административное устройство. Но, на мой взгляд, сегодня та степень ответственности в нашей стране, которую имеют примары, не соответствует тем возможностям и рычагам, которые примары на сегодняшний день имеют. На мой взгляд, следует либо укрепить позиции, законодательно укрепить позиции примаров в этом отношении, либо определить более реалистичную форму ответственности каждого советника, представительного органа, за принимаемые решения, которые бывают, что противоречат законодательству страны или противоречат интересам местного сообщества. То есть, привлечь к ответственности советника, который голосует, а зачастую может быть умышленно, лишь бы навредить примару, потому что он не от такой политической формации или еще там какие-то причины, значит, мы не можем такого советника привлечь к ответственности, и зачастую персональная ответственность совета, советников, отдельных советников, значит, прикрывается коллективной безответственностью. Я хочу сакцентировать внимание участников сегодняшнего форума на одной специфической проблеме. Я думаю, что примары поймут, о чем я сейчас говорю. Это наша главная функция, в принципе, у всех государственных структур, это справедливое распределение государственных средств, их прозрачность. Вот мы столкнулись, в частности, примария последние несколько лет Копчака, столкнулась с тем, что специальные трансферты по детским садам распределяются не совсем понятно. Из общения с моими коллегами я узнаю о том, что кому-то из населенных пунктов за счет специальных трансфертов удается провести даже капитальные ремонты, существенно ежегодно усовершенствовать материальную и техническую базу своих дошкольных учреждений, в то время как, допустим, в некоторых населенных пунктах не хватает даже, согласно методологии, представленной Министерством финансов, запланировать стопроцентную выплату заработной платы и питание детей в детских садах. Мы, когда столкнулись с этой проблемой, мы провели элементарный анализ. Мы взяли общую сумму, выделяемую Министерством финансов нашей автономии на дошкольное учреждение, поделили на количество детей, и в частности, в 2021 году на одного ребенка выходило 25 тысяч лей в год, в то время как 12 примария, в том числе и Копчаку, выделялось меньше, в Копчаку, в частности, 21 тысячу лей в год, а каким-то другим 14 населенным пунктам и до 43 тысяч лей. О чем это говорит? Это говорит о том, что те, которые получили 38 тысяч лей на одного ребенка, имеют возможность запланировать в полном объеме заработную плату, в полном объеме питания, все запланировать, и на оставшиеся средства в конце года они начинают капитальные ремонты. А те примари, которые не имеют такой возможности, вынуждены экономить на всем абсолютно. И когда мы столкнулись и обратились в Камрад, Камрад показал пальцем на Кишинев, ну мы поехали в Министерство финансов, кстати, я хочу сказать, что в Министерство финансов нам было очень тяжело попасть. Нам нужна была протекция депутата парламента для того, чтобы нас хотя бы приняли и выслушали о том, что есть, существует такая проблема, и что мы хотим с ней поделиться. Чиновники средней руки в Министерстве финансов, знаете, вот такое впечатление, ну давайте, господин примарь, мы понимаем, что это неверное распределение, это несправедливое, но действует приказ номер такой-то от такого-то года, и мы по-другому ничего сделать не можем. Почему не можем? А что вы сидите в Министерстве финансов, мы сидим здесь в примаре, Башкан сидит у себя в Камраде, мы на то и чиновники на то, чтобы принимать решение исправлять ошибки тех властей, которые, может быть, были до нас, или те ошибки, которые мы совершили во время своей работы. Но дети-то ни при чем. Почему в одном населенном пункте дети должны ущемляться, а в другом населенном пункте, значит, дети должны быть в более привилегированном положении. Поэтому я думаю, что примары поймут, и эту ситуацию надо менять в корне. Такое впечатление, что иногда даже вот, я понимаю, что министры, достаточно большая нагрузка на наших министрах, но получается так, что вот эту вот всю документацию, все постановления правительства готовят чиновники даже ни второй, ни третьей руки, и от них зависит, какую цифру они запишут для той примареи или для другой примареи для финансирования. И зачастую очень высокая доля субъективизма при распределении трансфертов специального назначения. И последнее, на чем я хочу остановиться, я примаром работаю с 99-го года, я уверен, что среди участников сегодняшнего форума есть более опытные примары, которые больше у меня работают. Я могу сравнить эффективность управления материальной базой лицеев, школ, в то время, когда они были при примареях и когда они стали самостоятельными. Я могу смело утверждать, что они развивались при примареях более эффективно. Я думаю, что надо подумать, проанализировать и вернуть школы все-таки обратно в примареи. Возможности администрации школ намного меньше, чем администрации местного пличного управления, для того, чтобы вкладывать больше средств и усовершенствовать материальную базу средних учреждений. Если мы посмотрим темпы развития садиков, которые находятся сейчас в материальном ведении примареи, они намного эффективнее развиваются, нежели, допустим, на мой взгляд, школы и лицеи. Это тоже предмет для дискуссий, но я уверен, что то, что мы вывели школы из целостного организма населенного пункта, мы оторвали прямую связь между мэрией и такими влиятельными структурами образования на территории любого населенного пункта. Вот что я в целом хотел сказать. Я хочу поблагодарить, в принципе, для меня понятно, что сегодня руководство страны всех власти, всех уровней власти, у нас есть уникальная возможность, когда это единая команда и президентура, и правительство, и парламент. И, безусловно, мы наблюдаем увеличение и расширение наших контактов и диалога с Калмом, с местным публичным управлением, за что мы очень благодарны. Мы это все видим. И, конечно же, то, что от нас зависит поддержать центральную власть, видя, что центральная власть повернулась к нам лицом, безусловно, мы будем поддерживать в тех хороших начинаниях, которые сегодня центральная власть работает в контексте сотрудничества с нами. В контексте нашего сегодняшнего праздника, ну, коллеги, здоровья всем. И президент, и премьер-министр, и господин спикер, они имеют прямое отношение к нам. Поэтому, прежде всего, и вам здоровья, чтобы вы почаще улыбались, когда наши руководители улыбаются и у нас на сердце светло и тепло. Вот, поэтому вот эту улыбку мы вашу будем передавать через свои улыбки и нашим односельчанам, у которых тоже, конечно же, есть сложности, жизнь такая. Ну, ничего, мы все вместе это все преодолеем. Были времена и хуже, были времена и 90-х годов, когда транспорт они не ездили между населенными пунктами, и свет был только два часа. Ничего, мы постараемся помочь, поставить плечо, объяснить населению, что эти трудности временные. Но единственное, конечно, мы бы хотели, чтобы к нам относились не как к подчиненным, а как к партнерам, потому что у некоторых чиновников складывается впечатление, что мы подчиненные как граждане страны, как любой гражданин нашей родной Молдовы. Но в то же самое время отношение человеческое к местному плечному управлению однозначно положительно отразится и в целом на структуре работы наших государственных органов, нашей маленькой Молдовы. Благополучия, всем здоровья и в путь. Дальше будем работать, как работали. Спасибо всем, успехов. Как вы обратили внимание, в этом выступлении поднимались несколько вопросов, чтобы мы понимали, что в этой видеоконференции участвовало около 500 мэров всей республики Молдова и руководство страны, и президент, и премьер-министр, и спикер. И вот, значит, было предложено в том числе и выступить от имени мэров, значит, Гагаузии, мне как председателю союза премьеров Гагаузии и как вице-председателю Калма. Как вы обратили внимание, то есть мы поднимали такие вопросы, как децентрализация, самое главное, финансов. То есть децентрализация власти подразумевает, прежде всего, передачу финансов из центра, из региона, в премьере. И этот процесс шатко-валко, но идет. Я хочу привести пример. В прошлом году из дорожного фонда, село Копчак в частности, получило миллион семьдесят восемь тысяч на строительство улицы. Мы в прошлом году построили часть улицы Пушкина, часть улицы Кутузова, добавили свои средства, более миллиона из местного бюджета, начали Котовского, который вот как только погода наладится, мы закончим. В этом году из дорожного фонда «Наше село» уже получило 2,4 миллиона, то есть более чем в два раза. И это выделяется центральными властями из Кишинева. То есть, согласно нашей работе, согласно нашего диалога, диалога между мэрией, мэриями, между нашей общественной организацией «Калм», которая объединяет все мэрии Республики Молдова, с руководством центральных властей, вот и есть такой результат, когда на примере дорожного фонда переданы средства в большем объеме для благоустройства населенных пунктов, внутренней инфраструктуры. Мы говорили о том, что нельзя на этом останавливаться. Допустим, парламент страны недавно принял закон, который позволяет аккумулировать государственные средства в фондах для передачи, опять-таки, на развитие наших населенных пунктов. Конечно же, это приветствуется. Я не думаю, что в Молдове найдется хоть один житель, который скажет, что плохо, что Копчаку в этом году или какому-то другому селу, Камрату, Чадерлунгу, городу дали больше денег на развитие инфраструктуры или нет. Безусловно, мы должны это приветствовать. То же самое время мы говорили о том, что следует необходимо дополнить, пересмотреть полномочия, которые имеет, допустим, местная публичная власть в лице примара или местных советников. То есть практика показывает, что, я об этом говорил, да, я просто, может быть, повторюсь уже устно о том, что очень часто получается, что степень ответственности у представителя местного публичного управления не соответствует тем возможностям для реализации тех программ и тех задач, которые есть. Поэтому, может быть, есть смысл дополнить закон о местном публичном управлении полномочий того или иного чиновника. Об этом тоже было сказано. Сказано было о том, что сегодня примару, примару, представителю местного публичного управления достаточно тяжело контактировать с министерствами, специалистами из центральных органов власти. Я привел пример по Копчаку, что мы не могли никак попасть в Министерство финансов в какой-то определенный период времени, пока не обратились к депутатам парламента, которые нам чуть ли не по протекции, значит, организовали встречу с чиновниками Министерства финансов. И было сказано, что эти вещи недопустимы. Само собой, разумеется, я озвучил на всю страну и при руководстве о несправедливом распределении трансфертов до школьных учреждениях, когда одному населенному пункту дают больше на одного ребенка содержания в год, а на другом населенном пункте меньше. Были подняты вопросы, по крайней мере, в моем выступлении по материальной базе школ, где я высказал свое мнение, что когда школы были при премьерах, тогда у нас было больше возможностей уделять школам и лицеям внимание по улучшению материальной базы. И мне кажется, что, в частности, в нашем селе садики более материально усовершенствуются быстрыми темпами, нежели лицеи. И это связано с тем, что у премьерей больше возможностей, чем у администрации наших лицеев, привлекать гранты, писать проекты, привлекать собственные средства там и так далее. То есть, вот какие были высказаны в целом выступления. Ну и в связи с тем, что 1 числа это наш праздник, это есть день учителя, день медработника, день таксиста, день строителя, есть день местного плечного управления. И когда я посмотрел в ноутбуке, увидел 400 хмурых лиц, я предложил, ребята, улыбнитесь, улыбнитесь, жизнь продолжается, улыбнитесь. Поздравил всех с праздником. И было сказано о том, что да, мы подставим плечо в вопросах децентрализации власти. Никаких разговоров о тарифах, о газе, о поддержке внешнего вектора или еще там еще чего-то, то, что там наплели некоторые придворные СМИ, разговора даже не было. И сегодня, когда на одном из информационных агентств придворного характера публикуются из того текста, контекста, выбирается 20-30 секунд, вырывается из самого выступления и переворачивается вверх ногами для того, чтобы очернить конкретных людей, конкретных руководителей нашей автономии только потому, что они имеют отличное мнение от тех людей, которые сегодня автономией руководят. Но это же политическая травля, это совсем непорядочно и совсем некрасиво. Хорошо, если горизонт не справляется с работой, не умеет организовать пополнение местного бюджета, не умеет организовать хозяйственную часть и так далее, критикуйте меня за это, ругайте меня за это, там, где я не справляюсь или халатно отношусь к моим функциональным обязанностям. Но взять из контекста и вырвать 20 секунд и потом перевернуть и попытаться, это политическая борьба, это политическая война, это политическая месть. Мы это все понимаем. Она уже длится не первый год. Видимо, некоторые горе-журналисты у нас в автономии решили этот год начать с очередной атаки на примара Горизан. Мы помним, что эти атаки периодически повторяются. То есть, в прошлом году было несколько атак на меня и на Копчак в целом. Почему? Потому что мы доказывали целесообразность и необходимость праведливого распределения трансфертов. В этом году, вот, почитали, нужно, видимо, начать вот такую атаку, как сейчас. Ну, бог с ними, это не первый раз, поэтому к этим безобразиям привыкнуть нельзя. Но бороться с этим можно. И мы будем бороться. Если кто-то думает, что такими нападками смогут каким-то образом повлиять на Горизана и ослабить его борьбу за интересы родного села, они ошибаются. Они ошибаются. Мы боролись за свое родное село. Мы будем интересы нашего села отстаивать и в будущем. И, безусловно, ни одного человека в стране не может не задевать ситуацию, та, которая творится у нас тарифами, та, которая там творится у нас в других сферах. Конечно, нас это всех беспокоит. Мы сегодня за газ по детским садикам в два раза больше платим, чем мы платили за тот же период прошлого года. Конечно же, я переживаю, что если бы не эти затраты на отопление за детские садики, мы бы эти деньги могли направить на завершение ремонта первого садика, на завершение ремонта третьего, четвертого, второго садика. Это все бьет. И, конечно же, мы возмущены этим. Но сегодня, на мой взгляд, это чистая попытка увести наше гагрузское общество автономии от тех обещаний, которые были даны во время башканских выборов. Не Горизан обещал о том, что будут в Гагрузии или в Молдове дешевый газ. Обещал руководитель автономии. Я добьюсь, я поеду, я дам дешевый газ. Ну, я дам аэропорт. Гидроэлектростанция будет, самое дешевое электричество будет. Мы будем электричество продавать на Балканы. Так вот, видимо, уже подходит время, когда срок заканчивается. А все это осталось на уровне разговоров и болтовни. И Горизан относится к тем руководителям, которые вскрывают этот порочный круг вранья. И для того, чтобы вот сегодня, значит, Горизану закрыть рот или еще как-то, сегодня целый десант был в копчаке этого сайта, который пользуется служебными машинами из полкома. Значит, для того, чтобы сделать какой-то репортаж, опять для того, чтобы очертить Горизану. Ну что ж, я думаю, что люди еще дадут оценку деятельности всех этих горе-журналистов. Но мы, со своей стороны, я скажу, что из-за нерадивости чиновников, неважно какого уровня, пусть это будут уровни местного плечного управления, регионального или центрального, из-за нерадивости, непрофессионализма не должны страдать простые люди. А если простые люди видят, что чиновники не справляются со своим функциональным обязанностям, неважно, где они находятся, люди имеют право защищать свои права. Выходить на акции протеста, проводить митинги, другие формы, предусмотренные законодательством. И я скажу, что на ближайшей сессии мы уже говорили с советниками на эту тему, мы поднимем вопрос, в том числе и по тарифам. Ведь это очень серьезно бьет по нашей коммунальной службе. Сегодня солярка поднялась, бензин поднялся, а мы же не можем опять поднять цены на вывоз мусора. Мы не можем поднять цены на обелечивание в автобусе. Мы не можем сегодня поднять цены на воду, на канализацию. Хотя, посмотрите уже, мы же пользуемся теми же самыми тарифами. Но люди, которые находятся в обслуживании, они же тоже хотят, чтобы им подняли заработную плату, потому что тарифы поднимаются, хлеб подорожал и так далее. И что получается? Затраты растут, а доходы-то не растут. Население, как и платило по старому, все нам так и сегодня платит. А где мы будем брать эту разницу? Нам эту разницу никто не дает. Ни Кишинев, ни Камрад. Никто. И эту разницу премьер изыскивает из собственных резервов. А эту разницу мы могли бы опять-таки направить на благоустройство нашего родного села. То есть, это настолько все понятно и очевидно, что дважды два четыре, что попытались на Гаризана навесить свои обещания, они обещали, стали башканами, и навесить свои обещания на Гаризана. Ну, это смешно. И, конечно, я буду смеяться над такими глупостями, которые творят эти горе-журналисты. Поэтому общественное мнение, значит, сегодня однозначно нашего гагузского общества не приемлет. И мы об этом много раз говорили. Каких-то, я не знаю, европейских ценностей, и так далее, и так далее. То есть, мы, я очень надеюсь на то, что все-таки правильные люди, мы православные люди. И нас воспитывали наши родители в хороших традициях. И разные вот эти вот вещи, которые нам не присущи, они никогда не должны быть даже и близко обсуждаемы, не то, что аккумулированы, обсуждаемы на территории наших населенных пунктов, нашей страны. Поэтому работать будем. С этими врунишками разговаривать будем, общаясь через интернет. Показывать убогость этих врунишек тоже будем. И они не помешают нам и не собьют нас с того пути, с которым мы начали с вами идти два года назад, когда очередной раз вы доверили мне мандат примара. Что-что. Но я никогда себе не позволю подвести свое родное село. А все остальное, Аллах и Лерда безоарна. Суына. Оллык и Лерда безоарно, все остальное, все остальное, Я думаю, итак, как Кыбчик, Кыбчок, Гагути, Молдова, все остальное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok